Ну хорошо, сегодня один хозяин, завтра противоположный хозяин и так далее. А где же твоя личная позиция? Твои мозги, твоя нравственная какая-то. Или уже не надо вообще человеку каких-то нравственных условий, в принципах и прочих. Это беспринципность. Ну сегодня он работает на такую-то партию, завтра он будет на оппонирующую партию, перейдет в другое издание. Вот мне жалко этих ребят в этом смысле. А Вы можете сказать, что Вы можете себе позволить в газете материал оставлять только такой, какой Вы считаете нужным? У Вас нет хозяина? У нас тоже есть хозяин, но тут есть нюансы. Все относительно, конечно. И абсолютно независимого без хозяина издания у нас сейчас нет. Даже то издание, которое, казалось бы, стало независимым, да, Южная правда. Вот она была под партией когда-то, был хозяин, а потом она стала, коллектив учредил издание. Я понимаю прекрасно этих коллег своих, я там работал, знаю их. Дело в том, что, ну хорошо, можно назваться независимым. А насколько это независимо в нашем обществе, реально. То есть редактор начинает вертеть головой во все стороны. Если до этого он заглядывал в рот первому секретарю обкома партии, что бюро скажет, или политбюро, или там первый секретарь, вот так и надо действовать. То сегодня он должен вертеть головой вообще всюду. Так, на этого не гавкни. Это банк, который нам рекламу дает. На этого не гавкни, потому что он... Это кум банка, который дает нам... На этого нельзя. Вы, Владимир Юрьевич, такая же самая ситуация. У нас? У вас, конечно. На городе с полковым. Вы же не можете... Ну почему? Иногда и можем. Иногда и можем. Ну, на вскидку, назовите хоть пару публикаций. Да, были публикации, когда мы шли... Последних, пару. Да, не буду я сейчас называть, рыться в газете там и так далее. Хорошо. Ну, да, газета вот является газетой горсовета. Но тут хоть один хозяин. А что произошло на последней сессии? Вот вы можете дать независимую такую... Вот на последней сессии. Вот мне что-то показалось, что это произошел какой-то такой переломный момент. Да нет. Почему? Какой переломный? Я не был на сессии. Была заместительница Оксаны, поэтому мне трудно судить. О чем? О том, что депутаты не согласились с мэром? Да. Так они не первый раз не соглашаются конфликтов. Потому что это сильно его расстроило. Его расстраивает. Это потому, что у него своя правда, у него свое видение, так сказать. Его, может быть, он более, чем депутаты. Ну, депутаты тоже разные. Может быть, его как-то больше заботит все-таки не только то, что под ногами, под нужный корм, от сегодняшний день, там все. Но он вынужден думать и о городе в целом. А это и традиции какие-то городские. Ну, можно, конечно, сказать, нам не до праздников, нам не до восстановления исторических памятников. Надо вот все пустить на прокорм, вот на сегодня, крыши там и так далее. В этом тоже есть своя правда. Когда вот эта крыша течет, ты ничего не хочешь. Но мэру надо заботиться обо всем. И об имидже города каком-то. Я вам обещал, что мы не будем говорить на эту тему, но раз уж о имидже города. И все-таки, когда дайте мне вот свой такой взрослый совет. А может, не стоит тогда мне вот эту тему наркотики трогать? А наш имидж города вообще опускает ниже плинтуса. Зачем я тогда туда, как бы, расстоять сегодня, видели, ни один вопрос не задал? Потому что, ну, как бы, может, не надо тогда это? Может, давайте, вот будем тогда и молчать, действительно, что у нас в городе Николаеве 40 тысяч наркоманов. Мы уж как-то нибудь дотянем. Да нет, я считаю, что каждый должен заниматься тем, чем он занимается. А все вместе складывается в какой-то... Да нельзя ходить строем, да? Один тянет вот эту ламку, другой эту. Просто задавал вопрос, вот, что там у мэра, раскол, не раскол. Да у него всегда были, вернее... Да нет, ну ладно, бог с ним с тем, с расколом мэра. Да, да. Владимир Юрьевич, бог с ним. Все, раскол мэра, пусть он там там себе принимает, там думает. Я все-таки, вот, может мне реально действительно общаться с интересными людьми? У них есть интересно, что рассказать? Вот мне просто дайте советы. Мне уже перестали вообще звать на пресс-конференцию. Я вас случайно узнал про эту пресс-конференцию. Конечно. Меня перестали где-либо там публиковать. Меня перестали, вот, вечерним Николаю вам огромное спасибо, вот это музей вредных привычек. Вы что-то к нам так и не пришли? Помните, что? Ну, я редко выхожу. Я была, ну, за Леночка приходила, Курасан, написала замечательный материал. В музей вредных привычек. Вот если бы вы пришли, вы бы свою вредную привычку уже бы бросили. А я уже, кстати, нашел даже один инструмент. Как бросить? Он поможет мне бросить, да. Мне из Америки привезли такой антинегативный пластырь. Хорошо. Вы тогда должны стать гражданином в Америке, если нам поможет. Для того, чтобы бросить, вот, надо перестать курить, то есть надо решиться. Да, нормально. Ты когда-нибудь на любой пластырь наклеить? Нет, не любой, там такой специальный какой-то пластырь для... Ну, то есть я осознаю, что это плохая привычка. Владимир Владимирович, 40 тысяч наркоманов. Это ужасно. Это жуть. Юра, это ужасно. Которым в сутки необходимо? В сутки! Им необходимо, ну, плюс-минус, там, ну, мы на цифре остановились, чтобы вам долго голову не забивать. Голову или голову? Голову. 200 гривен нужно в сутки для того, чтобы поддерживать. Вот вы курите сколько? Две пачки сигарет в день? Две пачки. Вам в сутки надо 30 гривен, да? Ну, 20. Хорошие, да? А? Ну, 20 гривен в сутки. А наркоману в сутки надо? 200. 200. И, в принципе, по большому счету, если вам сейчас сигареты не давать, то вы не будете там жевать, метать. Ну, так, конечно, будет немножко вас колопатить, но вы не будете сейчас тут компьютеры переворачивать, вы не будете сейчас в состоянии, ну, ломка, в состоянии уломки. Вы ни у кого не спрашиваете, что такое, когда у наркомана он перестает принимать наркотики? Юра, я никогда тесно не стыдно. Ну, вот я вам говорю, потому что я это видел у своего сына. И поэтому я, ну, я как бы имею право на эту тему разговаривать. Это ужасно. Я имею право на эту тему говорить. Но я вот теперь думаю, а может, не стоит тогда? От меня в куще отвернулось людей. Говорят, ну, нафиг с ним иметь дело. У него, блин, нафиг мне с ним этого. У меня, как бы... Ну, опять же, вот даже на примере этого Сашки. Ну, вы меня убедили, что его не наркоман грохнул. Нет, я не убежал. Однозначно. Нет, вы меня убедили, потому что, ну, не может у наркомана быть пистолет. Однозначно. Но 8... Алло. 8 миллионов в сутки надо. В сутки. Ну, давайте всколыхнемся. Давайте, громада, что-то делать. Я, а что-то делать? Давай вот что. Я, вот, я задумывался немножко, да, почему людей там, к наркотикам, к алкоголю и так далее. Я вспоминаю хорошую книжку любимых моих писателей, на которых я отчасти рос. Я любил разные книжки, но вот до сих пор так вот выкристаллизовываются любимые писатели в детстве. Это братья Стругацкие. Один из них еще жив. Считается, что они вообще фантасты. Но они не фантасты. Это люди, которые писали хорошую литературу. Они просто брали человека, ставили его в вымышленные обстоятельства. Ну, так поступали и Булгаков, и Гоголь, и так далее. То есть это просто литература. Так вот, у них был роман такой, «Хищная вещь века» назывался. Они показали общество, которое пошло по пути безудержного потребления. И во что это вылилось? Я бы эту книжку перепечатал сейчас. И очень посоветовал бы почитать, чтобы понять, что происходит с нами. Потому что наше общество сегодня пошло по этому же пути. Главные ценности сегодня – это бабки зарабатывать и потреблять. Да, у нас есть прослойка людей совершенно нищих, которых очень жалко. Это старики и старухи, которые там не могут ничего уже там заработать себе и так далее. Остальные более-менее зарабатывают. Папы, мамы зарабатывают. И пацанва это ездит на крутых машинах. Да я за границей не видел столько крутых машин, сколько в нашей Украине. Бедные, нищие, несчастные. В Америке нет столько машин таких. Понимаешь, вот, проехавшись там по Америке, ты не увидишь этих BMW, Mercedes и прочее. А дешевенькие, но зато экономичные японские машины. В Иордании в этом году был. Я не видел этих машин. Поношенные какие-то машины, в основном японские тоже, потому что экономичные там и так далее. Этот шик, вот этот вот, пир во время чумы, это только у нас. Почему? И все кричат, что у них нет, там, ни на что жить, мы бедные, мы несчастные, а как все дорожают, там цены и прочее. Откуда машины? Откуда ассамблентив эти все растры? К чему это было? Наше общество, лишившись Советского Союза, коммунистической идеологии, я не буду давать ей оценку сейчас. Там разное было, хорошее, плохое. Но просто откинули это все. Оказалось в вакууме. И пошло по простейшему пути. Куда понесло? А понесло куда? По пути в такое элементарное общество потребителя. Со всеми его принципами, точнее беспринципностью. Принцип один. Побольше денег. И аппетит приходит во время еды. И надо побольше всего. Ну откуда наше нищие общество и пацанва гуляют по ночным клубам? Да, забиты ночные клубы. Мальчик и девочка. Почему они книжки не читают? Всегда же считалось, что это же вообще более полезно. Мозги развивать, книжки читать. Чего они по музею не ходят? Чего они духовные ценности не впитывают? А потому что очень просто. Потому что другие ценности пришли. Они проще, вот эти материальные ценности. Вот за этим погнались. К чему это привыкло? Да кто же наркоман? И Стругацкие прекрасно показали. Они антиутопию вот эту нарисовали, вот это вымышленное общество. Они взяли тенденции. Что может быть с обществом, которое отказалось от духовных ценностей? Так что все тогда обречеными, все? Нет, мы не обречены. Просто пока наши, скажем, люди, которые влияют, не начнут читать книжки, не заставят читать книжки все. Я не знаю, как заставить. И заставлять нельзя. Можно косвенными путями какие-то. Юра, мы кричим сейчас о том, что вот газета «Вечерняя Николаев», киоск там, а там «Алкомаркет» и так далее. Почему мы не кричим и не бьем тревогу, что у нас книжных магазинов не осталось? Только хотел сказать, да. Почему? Молодая гвардия, был магазин? Нет уже. Там что, «Адидас» какой-то, обувь какая-то спортивная, что-то там, непонятно что. Но магазина книжного нет. Магазин «Кобзаль», что там сейчас? Да ничего. Маленький кусочек книжек, а все остальное – это элитная мебель, компьютеры и так далее. Возле парка Ленинского комсомола стоит памятник комсомольцам. Слева на углу, там был книжный магазин, сейчас там водкой торгуют. Водкой? Да. Но мне так сегодня сказали. Я не проверял. Подписная литература и нас там. Да ничего уже не осталось. Ничего, остались книжки на задворках там где-то. Почему? А говорят, надо все переводить на коммерческую основу. Чистый рынок. Да? Чистый рынок. Да я вот на съезде писателей сейчас был. Ну где наши писатели? Куда они идут? Что талантов меньше стало? Нет, не стало. Перевести это на чистый рынок невозможно. Чистый рынок – это сразу низменные инстинкты. Потому что масса людей привлекает массовая культура. Пока массового человека не воспитаешь до того, что ему Пушкина захочется, он будет читать детективы с пистолетами, голыми задницами, вот такими вот сиськами на обложках, на цветных. Кстати, то, чего в Америке нет, вот той самой Америке, а нам говорят, что то общество пошло. Оно предохраняется от этого. У них религия есть, у них церковь есть. Они сохранили какие-то механизмы, которые подпитывают общественное мнение, делают его активным. И люди там активнее, так сказать. Я говорю, что законы специальные есть, которые запрещают продавать порнографические журналы или эротические в супермаркетах. Я не видел там этих журналов. Я говорю, где ваши? Плейбой, пентхаус, там все. Говорят, да есть, ты просто присмотрись. Оказывается, эти журналы стоят возле этих касс, там, где все газеты журналы выставили. Но это все упаковано в черную ферму. Я говорю, что закон так диктует? Нет. Нет такого закона. Диктует очень просто. Владелец магазина считает, что у него есть постоянные клиенты. И они придут, он знает своих людей. Они придут туда и будут стоять в очереди, где там хоть маленькой, в кассу. А в это время их детки будут глазеть на вот это вот, на эти голые задницы. Они будут недовольны, папа, мама. И они уйдут в другой магазин, к другому хозяину. Все. Вот так построено там. Там есть свои у общества защитные механизмы. У нас есть свои уходы. Спасибо.